Абрам Рабкин, Эфраим Севела, Светлана Басуматрова. Список гений Бобруйской земли можно перечислять очень долго. Но кто сможет без раскачки сразу ответить на вопрос, о чем знаменитые эти люди? Признаться мало кто. Для того, чтобы гости города, в первую очередь и сами бобручане, знали своих известных земляков и в целом историю своей малой родины, Центр туризма, краеведения и экскурсии решил организовать пешие туры. Мне эта тема близка. Я взяла литературное бобруйщино. Будет экскурсия посвящена Бобруйску, но построена на цитатах наших известных бобруйских авторов, писателей, поэтов, прозавиков. От областного драмтеатра до улицы Чингарской – самые известные достопримечательности, тайны и легенды старого города, стихи и проза известных уроженцев Бобруйщины. Бывают такие места в жизни у людей, которые являются источниками для вдохновения. И Бобруйск, я думаю, такой город тоже. Много людей творили, вдохновлялись именно в нашем городе. Этих людей много, и хочется, чтобы о них знали. Пеший тур открывает новые страницы в истории Бобруйска. Литературная экскурсия объединила порядка трех десятков людей, которые неравнодушны к истории своего города. Кстати, протяженность маршрута – пять тысяч шагов. Участники остались в восторге. Я пришла не одна, я пришла в компанию друзей и со своей дочерью. Я считаю, что тема вообще – история города. У нас настолько мало где обсуждается, и это действительно очень интересно. Я коренная Бобруйчанка, потому что я хочу больше узнать об истории города и о людях интересных, которые здесь жили, и потому что здесь приятные знакомые люди. По словам организаторов, такие пешие туры по городу станут традиционными. Следующая встреча назначена на конец сентября. Приходите и окунитесь в колоритный и старинный Бобруйск. Максим Кеммель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.